Приветствую вас, уважаемые дамы и господа, на связи я Алексей, команды Юниор Продакшн. Итак, первый гайд по игре Soul Stone Survivors, так как по вампирам мы уже, наверное, скоро вообще закроем тему, то вот вам новый рогалик, который уже вышел из теста. Итак, первый ивент, который мы рассмотрим, это Ritual of the Love Event, он же ритуал любви или День Святого Валентина. Ивент проходит каждый год с 13 по 26 февраля, а также он требуется для трёх ачивок на платину. К сожалению, это временный ивент. Итак, наша основная задача это пройти третью карту Шепчущая Роща, либо на трёх уровнях сложности, либо сразу на максимальную. Всего будет три достижения, за просто пройти карту, за 18 проклятий и за 34 проклятия. Если вы делаете на 34 сразу, то получите все три ачивки разом. Итак, в данном гайде я рассмотрю максимальное 34 проклятие, и для этого мы выбираем всё, как указано в видео, так как вам не нужно, чтобы выходила куча боссов. Далее по персонажу. По сути, можно взять любого. Ваша задача тут не уровня получать и мобов крошить, поэтому выбираем самого плотного и живучего персонажа, который либо хорошо танчит урон, это легионер или рыцарь смерти, либо тот, кто спокойно крошит всех монстров почти пассивно, типа ткача заклинаний. На нём я и буду отыгрывать. До второй минуты бежать вам нужно вниз, влево, до арки, под ним будет лежать сердечко, которое вам нужно сломать до второй минуты, иначе босс просто не выйдет. После того, как сломали сердце, можете забыть про босса Купидона и задачи слушать звуки. Как только раздаётся колокол, вам нужно искать постамент с сердцем. Вам может очень сильно повезти, и эти постаменты будут появляться в чистом поле, а может нифига не повезти, как мне, что и пришлось искать крайне долго. Нашли? Молодцы. Дальше вам нужно подождать Купидона и следить за траекторией его выстрела. Натягивает стрелу он довольно долго, и эту самую стрелу нужно направить на этот самый постамент. После уничтожения вы услышите новый звон, и вам нужно опять искать новый постамент. И так вы будете повторять 8 раз. После чего миссия считается завершённой, заканчиваете карту и получаете все 3 ачивки. Кроме этих самых ачивок, мы также получаем 3 новых сезонных скилла. Первое. Стрела Камора. Мощный скил, накладывающий стан, кровоточку, так ещё и урон бешеный. Небольшую аналогию могу провести только со снайперским выстрелом. Ещё один снаряд, это сфера разбитых сердец. Дают кровоточку, но очень слабый. И скилл категории взмах, душераздирающий удар. Дают кровоточку и кровоизлияние. Скилл, ну скажем так, середнячок. Я через кровоточку вообще в этой игре не играю. По итогу, ивент не геморройный, главное правильно держать позиционку и следить за выстрелом Купидона. Ещё один момент, сами не попадитесь под этот выстрел, ибо бьёт он очень больно. Ну а на этом наши дорогие друзья, всё, с вами был я Алексей и команда Юниор Продакшн. Не забывайте подписываться на наш канал, ссылочки все в описании к видео. Так что всем удачи и пока, и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА